МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Шилов, народный художник СССР. Один из немногих мастодонтов советского изобразительного искусства, кому удалось сохранить известность и в 21 веке. Без малого 20 лет в центре столицы работает Московская галерея Александра Шилова. В ее собрании более тысячи работ, которые художник принес в дар государству. Народ на Шилова идет и сегодня, а мнения коллег-профессионалов расходятся. Но как бы там ни было, все признают за ним исключительное трудолюбие и мастерство живописца. В Белгород Александр Шилов привез выставку «Они сражались за Родину». Портреты ветеранов, которые художник пишет в течение всей своей творческой жизни. Эта тема даже заядлых скептиков заставляет быть сдержанными в комментариях. И еще нюанс. Народный художник Советского Союза не любит, когда его называют по имени-отчеству. Предпочитает просто Александр. Александр, я сразу о выставке начну. Там представлена фотография вашей работы 1972 года. Герой Советского Союза, летчик Водопьянов. Вы вот тогда понимали, что эта тема с вами уже навсегда? Нет. Я тогда учился на втором курсе Института Суриковского. И один мой знакомый говорит, хочешь написать легендарного полярного летчика, Герой Советского Союза, звезда номер два и так далее. Ну, во-первых, у меня родился страх тут же. А справлюсь ли я? Это первое. Потому что ответственность во много раз увеличится, когда известная личность пишешь. Но я согласился, конечно. И поехал. Он жил в Купавне. Там в свое время полярным летчиком Сталин выделил по гектару земли за их подвиг. По спасению Черюскинского. Ну вот и мы с ним как-то сразу сошлись и работали. Я приезжал туда, хоть это было далеко ехать, зима была, как сейчас помню. Но я так был сам за себя горд, что мне доверили писать такого человека. Для меня честь была. И думаешь, что это разовая такая история, да? Конечно, я не думал, что меня эта тема свяжет, зацепит на всю оставшуюся жизнь. Удивительно было мне увидеть практически в центре экспозиции, они сражались за Родину, матушку Андриану. Издалека. И вот этот неземной взгляд. И в вашем портрете кажется, что нет ничего более далекого друг от друга, чем вот это лицо и война. Не это ли вас вдохновило? Я потом подошла, прочитала, что она разведчицей была, разумеется. Она же монашеский сан приняла уже будучи в возрасте. Меня с ней познакомил один мой старший товарищ. Во время войны он был разведчиком, таскал языков из-за линии фронта. Потом он его контузил, ну и так далее, и его хобби стало фотографировать. Он говорит, есть одна интересная женщина, монашка, живет на Кузнецком мосту в Пюхтицком подворье. Они, говорит, газеты писали и так далее. Я говорю, одной биографии мне мало, надо, чтобы она мне еще внешне понравилась. Я приехал к ней вместе со своим старшим товарищем. Приехал, посмотрел на нее. Оказывается, она в такой маленькой келье была устроена. Жила вся в иконках заставлено, очень тесно так было. Но такой взгляд светящийся был. Мы с ней как-то очень быстро, тоже мгновенно сошлись. Я ее пригласил в галерею. И она приехала в галерею в сопровождении одной послушницы. И так села в кабинете у меня на диван с этой послушницей. И они как-то так ворковали очень тепло. У меня мгновенно родилась композиция этой жанровой картины. И мысль, что я буду делать. А судьба ее такова была. Она мне уже рассказала, что она во время Отечественной войны была медсестрой, но не на фронте, в миру. И добровольцем ушла на фронт. И попала в армию Рокоссовского. Она знала безукоризм немецкий язык. И об этом сказали Рокоссовскому, доложили. Он ее вызывает и говорит, хочешь пройти курсы разведчицы? Она говорит, в него влюблены были все женщины. Он такой был обаятельный, вежливый. Она говорит, я не могла отказать. Я никогда об этом не думал, что я разведчицей стану. Но прошла эти курсы. Ее стали бросать за линии фронта. И вот однажды она мне рассказала такой интересный, в то же время необыкновенный и жуткий случай. Она говорит, на рассвете я уже все прослушал, о чем говорит немецкое руководство. Там какое-то подразделение армии было. И говорит, туман такой был. Я, говорит, выпрямляюсь и получаю удар в спину. Я упала. Поворачиваюсь. Стоит здоровый немец с автоматом. Я поняла, что у меня конец. Но на месте преступления ее застигли. Я, говорит, за пистолетом. Он у меня пистолет выхватил. Потом посмотрел так на меня и говорит, неожиданно для меня. Я даже не поверила услышанному. Что я с девчонками не воюю. Убирайся отсюда. Я, говорит, вся съежилась. И ду, говорит, и жду выстрела в спину. Вдруг он ее окликает и говорит, заберегайте свое оружие, иначе тебя свои же застрелят. После войны она вышла замуж. Потом развелась. Закончил институт авиационный, по-моему. Она была одинока. Детей никого не было. Замуж она больше не вышла. И, говорит, одна подруга меня раз в монастырь свезла, два. Потом, говорит, уговорила. Я так и остался. И после этого мы с ней дружили. Каждый час по часу разговаривали. На ночь. Если я ей не позвоню, она на меня бежала. И очень сердит. Потому что характер все-таки у нее был разведчицей. Она на меня жестко обижалась. Удивительная история. Наверное, как у каждого. Это не у каждого. Нет, не у каждого. Из тех, кого вы пишете. Работа, которая меня остановила надолго, это в день рождения Ариши. Я объясню, почему. Она мне тоже близка, по моему сердцу. Пожилой очень человек в этой обычной рубашке со стопочкой. Очевидно, поминает в одиночестве. Да, поминает свою умершую жену. И наверняка у него есть и военный китель, и ордена, и медали. Я так и назвал. День рождения Ариши. Вы пишете его вот так. Вот напиться, а вот так вот помянуть ее. И в его глазах столько боли, если вы заметили, щемящей тоски. И он без нее просто погибал. Он прошел три войны. Гражданскую войну, он прошел финскую войну и отечественную. И я его нашел, когда поехал в деревню Бехово. Это недалеко от имени Поленова, знаменитого художника. И там я его встретил, когда он собирал сцену. И когда я его увидел, эти глаза необыкновенные, я его пригласил к себе в избук, где я снял. И там я его написал. Для меня работа очень близкая. Есть люди, которые плачут о этой картине. Как вы нашли безногого пулеметчика? В День Победы называется работа. Иван Александрович Чернов, вот тот разведчик, о котором я рассказывал, кто меня с матушкой Андреан познакомил, он все время в День Победы ходил к Большому театру Парк Культуры Горького в Москве, где собирались фронтовики. И вот он у Большого театра встретил вот этого Петра Шорина. И он его сфотографировал. И он приносит ко мне в мастерскую. И его фотографии я говорю, познакомьте, я его буду писать. И он стал ко мне приезжать, этот Шорин-полеметчик. Необыкновенная тоже судьба. В 19 лет, защищая Псков, он потерял две ноги. Он не спился, как, вот, к сожалению, многие, и я их не осуждаю, естественно. А он нашел в себе мужество, силы воли, устроился на завод в Москабель. Познакомился с женщиной тоже инвалидом. Поженились. У них был сын, и они его воспитали, достойного сына. Но я написал вот такую горькую картину. Почему горькую, объясню. Он оскорблен, он унижен. Потому что районные власти, за его подвиг, они им выделили одну жукомную квартиру в Хрущевке. На пятом этаже без лифта. Это же мучение, это ад. И он стоит, вот я его изобразил в День Победы, у этого подъезда, обшарпанного. И думаю, за что же его так власть оскорбила этим поступком? Районные власти. Когда вы сами видите их на улице, как это происходит? Вы подходите и говорите, я художник. Привожу пример. Я признаюсь вам, искренне говорю, предельно, я всегда стесняюсь на улице подходить. Однажды иду я опять вот с этим бывшим разведчиком, Иваном Александровичем Черновым, по Тверской, и смотрю, сидит военный летчик. Брошенная картина называется, где он сидит в ресторане «Национальный». Я говорю, Иван Александрович, я стесняюсь, и я вижу, что это не профессиональные нищие, вымогательцы, а это действительно человек, которого судьба заставила выйти на улицу Милсона просить. А судьба его такова. Пенсию он получал неплохую, военный летчик, хороший, но на его руках была больная жена и больной сын. И у него не хватало даже его большой пенсии приличной. И он вот так вышел и руку боялся, стеснялся протянуть. У него так, знаете, как озирался, никто не видит. И этот мой товарищ подошел, с ним поговорил, что вот вас хочет написать известный художник, он испугался даже. И на этом все было закончено. А потом я сам уже шел и увидел через несколько дней у «Национали». И тогда я сам подошел, набрался на смелости, подошел, разговаривался с ним, я говорю, я вам буду платить, только мне посидите. И он приезжал в мастерскую ко мне, и мы с ним сделали картину эту. Сколько сеансов надо, чтобы написать портрет? Все по-разному. Все по-разному. Но все равно это... Нет, видите, возьмите, вот картина брошена, она там с интерьером, там и церковь, там и то, есть там и националь, там и то, и все, он в полную фигуру. Есть портрет просто погрудной, есть портрет с руками и без рук. Все по-разному пишутся. С ним я работал, вот если взять эту картину, месяца полтора-два. Это пожилые люди, да, которые, может быть, не совсем хорошо себя чувствуют. Как они выдерживают? Выдерживают. Нормально. Вы общаетесь? Пожилые люди сидят лучше, чем молодые. А почему у них, их биография такова, что они привыкли терпеть? Трудиться, терпеть и уважительно относиться к чужому труду. Вот в основном пожилые люди, вот я сейчас пишу участников войны, им всем за 90. Просто потрясающе сидят. Вот я даже спрашиваю, встаньте, походите, отдохните минут 10. Ну, встанут, походят, а некоторые говорят, нет, не надо, продолжай писать. Когда вы понимаете, что работа закончена? Вот когда вы можете сказать... Я не понимаю, что работа закончена. Никогда? Никогда, потому что я по натуре самоед. Это, конечно, оно необходимо, но с ним тяжело жить, потому что когда постоянно недоволен с собой, это тяжело. А вы постоянно недоволен. Но это состояние необходимо, иначе можно превратиться в самодовольного нарцисса, в самовлюбленного, перестанешь расти как художника, а следующий этап – это будет падение вниз. Ну, каждая же работа все-таки имеет конечную точку. Она имеет, я поставил конечную точку. А потом прихожу в галерею, прохожу по залам, смотрю, думаю, это надо подправить, это исправить, это доделать и так далее. И иногда я так делаю. Потому что я рад этому. Постоянно сидит такое чувство неудовлетворения с собой. И хочется работу сделать совершеннее, в смысле мастерства, глубины отражения формы и так далее. Ответственность художника, большого художника-портретиста перед будущим гораздо… Сначала перед самим собой. Прежде чем поставить подпись, я должен себе сказать, что на данный момент я лучше сделать не могу. Я сам себе. Не вам, а себе. Потому что я написал первый раз, только прошохлся, что называется, подмалевок, да? Еще работайте, работайте. А приходят иногда ко мне мои коллеги и говорят, все сделано, отлично. Я говорю, да вы что, я только начал. У всех своя планка. Важно, какую ты себе поставил планку. И важно художнику перед собой иметь пример, перед которым смотришь, как на икону, и хочется к нему расти, приближаться. Я все-таки задам свой вопрос. Любой. Ответственность художника-портретиста перед будущим гораздо больше, чем ответственность прекрасного художника-пейзажиста. Просто потому что о времени судят по лицам. Согласен. Вы думаете об этой миссии? Это миссия? Когда я пишу, я об этом не думаю. Вот даю вам слово. Что это миссия или то-то. Моя задача – приблизиться к модели как можно ближе и передать его внутреннее состояние. Да. Заставить говорить его в глаза. А через глаза выразить все, что у него внутри сидит. Люди изменились сравнительно, допустим, с 70-ми годами. Я считаю, да. Как? Вы это видите? В худшую сторону. С моей точки зрения. Вы же меня спрашиваете. Конечно. Я отвечаю. В худшую сторону. Вы видите ли вы эти изменения в лицах? Вы же пишете портреты. А в лицах, соответственно. Я люблю после работы. Устаешь жутко, там, победишь. Иду я в галерею. Я всегда иду пешком. Люблю идти старыми переулками. И вот почти нет лиц интеллигентных, если это касается женщин. Чтоб там была тишина в лице. Чтоб не было агрессии. Чтоб женщина была женственной, нежной. Ну, вот бывало, идешь по арбатским переулкам, попадались женщины такие, старые москвички, с породистыми лицами, с интеллигентными лицами. На них смотришь. Вот она идет, видно, бедно живет. В ее глазах столько всего, что объять невозможно. Столько там горя, одиночества. Но на нее смотреть наслаждение. У нее настолько внутри все так богато, так духовно. С ней хочется общаться. Счастливца тупее, агрессивнее, жестче. Когда вам заказывают портрет, вот у вас выбора нет, да? Иногда приходится, конечно, писать людей, которых я не стал бы писать. Не потому, что он мне как человек неприятен. Я не говорю о внутреннем мире. Я говорю о том, что он мне неинтересен просто. Но для того, чтобы жить, приходится писать. Но это не значит, что я халтурю. Все равно в подпись-то ставлю я. Я полностью отдаю все свои возможности, в смысле мастерства и глубины формы, которыми я владею. Я отдаюсь полностью. Не приукрашиваете вот такие? Нет. Ну там доброты добавить, искру в глазах зажечь. Нет. Потому что человек тогда теряет свою индивидуальность. В период у меня даже был раз случай. Написал один женский портрет. У ее папы был профессор. Приходит папа смотреть портрет. Задает мне вопрос. Сколько вы с моей дочерью знакомы? Я говорю, месяц, ровно столько, сколько я писал портрет. Он, обращаясь к ней, говорит. Вот видишь, он тебя месяц только знает. А как верно выразил всю твою стервозность. И она начала рыдать. А я попал в новое положение. Такие бывали случаи. Есть знаменитый повесть Гоголя «Портрет». Она поучительна всем творческим людям. Еще есть портрет Триана Грея. Да, где все это описывается. Что если человек начинает льстить модели, портрет друг на друга будет похож. И как художник он кончит плохо. Он закончится как художник. Александр, вот вы долго и прочно стоите на позициях русской реалистической школы. В первых моментах. И никогда не было желания куда-то в эксперимент? Да ну что, мне даже стыдно думать об этом. Я на себя в зеркало перестану смотреть. Почему? А потому что зачем мне другое, другое... А любопытство? Это я могу сделать ногой, выпив изрядное количество вина. Это мне неинтересно. Мне интересно приблизиться к жизни. Взять краски. Ведь что такое краски? Берешь пигмент, смешанный на льняном масле. И кисть, и холст. Все недохотворено. Но при помощи мастерства, нервы, сердца и головы это должен создать на полотне жизнь, заключенную в раму. Что когда подходишь, как к великим полотнам подходишь, предположим, там у первого есть молящаяся старушка, да многие есть такие вот прошлых веков. Думаешь, Бог это творил или человек? Я с этим изображением могу говорить. Вот как сегодня губернатор был, я был приятно удивлен, что у вас такой губернатор. Он подошел, говорит, я даже не думаю, что это нарисовано. Я могу общаться с вашими героями. Это для меня высший комплимент. И вообще, если говорить о вашем губернаторе, я сегодня был поражен чем? Сколько у вас культурных объектов? Изумительные музеи, театры, филармония, панорама курская. А какая чистота в городе? У нас создается среда. Да, понимаете, духовная среда. А это все ведь идет от головы, как вы сами понимаете. Мне лестить нечего, это правда, то, что я вижу своими глазами. Спасибо. Такое внимание деятельное, не на словах, а деятельное принимать в культуре, а правильно он рассуждает, ведь какая культура, искусство, такая душа человека. Искусство должно очищать, облагораживать человеческие души, возвышать их. Жизнь тяжелой, болезнью, смерти кругом, несчастья, войны. Искусство – это такой должен быть оазис. Как вот идешь по пустыне, колодец встретился с чистой водой. Вот так и искусство должно быть. А иначе зачем оно нужно? А можно я о вашей душе спрошу? Нет. Душа художника в его работах. Ну дайте вопрос задать. Вот поэтому надо садить. Я уже поняла, что об искушениях в искусстве спрашивать у вас бессмысленно. Но искушения в жизни, они случаются у каждого. Слава – это искушение. Деньги – это искушение. Поддержка властей – это искушение. И наверняка у вас были моменты, когда приходилось как-то спорить с самим собой. В каком плане? Идти на компромиссы. Я в искусстве никогда на какие компромиссы не шел. Я вот как начал, как… Я когда любил рисовать, как все в школе, везде, у меня это получалось. Меня мама отвела, помню, в 12 лет в Третьяковскую галерею. Я какое-то увидел, до сих пор это во мне живо. Я преклоняюсь перед этими… Это было первое эстетическое потрясение, которое… Да, да. А так я с детства, как все любил рисовать, у меня лучше других получалось. Поэтому я сначала в изо студии, в Дом пионеров пошел. Потом такая жизнь у меня была непростая материально. Мама нас без отца троих воспитывала. Мне было… Настало 16-17 лет. Я пошел работать грузчиком, профессии не было, и учился в школе рабочей молодежи. Потому что хотелось помогать матери и бабушкам, потому что я видел, как они надрывались. На швейной фабрике работал, на винном заводе, на мебельном фабрике работал. А вечерами рисовал, готовился в институт. Вот так все постепенно шло. И даже когда поступил, я работал в церкви, потому что стипендия была крохотная. На нее прожить не мог, а тем более помогать матери. Александр, вернемся к компромиссам. Когда человек представляет эпоху, вот хочется у него узнать, как же оно там было, да? Я вам говорю предельно откровенно. Ваше право мне не верить. Я, во-первых, всю жизнь был беспартийный. Самый мой высокий партийный звание – пионер. Я над комсомольцем не был. Недалеко ушли. Все говорят, как это тебе удалось, даже комсомольцем не было и так далее. Были конфликтные случаи с властями, когда я выступал, так сказать, и против ЦК раз выступил. Иначе мне могли бы закрыть и выезд, и все что угодно. Но у меня удачно в каком плане, если это можно назвать удачей, сложилось. Закончил я институт. Мои работы показали, тогда руководил отрядом космонавтов, даже герой Шаталов. Я до сих пор с ним дружу. Он говорит, вот сейчас Локтенов, которому доверили писать Министерство культуры космонавтов, он умер. Увидел мою работу, говорит, я хочу, чтобы ты продолжал эту серию. Я написал эту серию, получил премию Ленинского комсомола. Не будучи комсомольцем. Хотите верить, хотите нет. Значит, тогда она прервалась в государстве премии России. Вот, все это дает стимул, но на меня это не действовало, как вы думаете, там, слава, это приятно было. Я врать не буду, и даже будет смешно, что нет. Но без работы я жить не мог. Я этим жил, живу и буду жить, пока на этой земле будут. Это мое призвание, это мой смысл жизни. Потом, значит, сделали первую выставку, я сделал, мне предложили в Центральном доме работников искусств. Ну, открытие организовать можно. Да, чтобы гости пришли, там пришли космонавты, уже мои знакомые там разные, да. Но опять, откуда, посмотри, я был простой игрушечек, откуда они у меня появились? Нравились мои работы? Все постепенно шло, понимаете? Да. Постепенно, здесь случайности быть не может. Эти люди увидели во мне что-то, им нравится, они, естественно, пришли ко мне на открытие выставки. Но самое главное, что после открытия, я прихожу после открытия, стоит очередь. Что такое очередь? А очередь как? Вот, например, после этой выставки, у меня была выставка на улице Горького, да. Едут мимо, предположим, руководители государства, они видят, стоит очередь. Я прихожу, смотрю, министр культуры СССР, пришел Демичев, приехал Гришин, Кириленко, это все члены Политбюро были. И так постепенно они меня узнали. Потом выставка у меня была на Кузнецком, у меня там даже записывались на руке. Ночью, зимой записывались, два раза продляли выставку. Вот так все шло постепенно. И все упирается в труд, поверьте мне. Все в труд. Если он нравится, тогда начинает меня поддерживать. А как можно меня поддержать? А талант? Ну, труд плюс талант. Нет. Конечно, это способности должны быть, без них ничего. Нет, без них какого-то уровня можно достичь. Но к этому должна быть что? Тяга. Заставить здесь нельзя. Здесь должна быть внутренняя тяга, огонь, неудовлетворенность с собой. Тогда будешь расти, постоянно работать, чтобы появлялись новые работы. И так далее. Потом у меня была выставка в Манеже. Все шло постепенно. Потом ко мне на выставку Горбачев приехал. А раз Горбачев приехал, значит, все его подчиненные приехали. Вся остальная власть. Все вот так вот постепенно. А у вас есть ученики, Александр? Нет. Хотя я преподавал, месяца три я преподавал в педагогическом институте. Меня попросили. Хоть и редко, но приходи. А почему? Ведь вам есть что? Есть, но у меня нет на это времени. Вот смотрите, мой рабочий день. Я утром просыпаюсь, я работаю при нем в свете. Первый половина дня я работаю, обедаю. Пешком иду в галерею, где являюсь художественным укровителем. Там административные дела и хозяйства все самые разные. Много всяких общественных организаций приходит и так далее. Мне физически некогда. А не жаль? Нет. Зачем? Надо учиться у великих мастеров прошлого. Вот у них надо учиться. Но, к сожалению, таких сейчас нет мастеров, как были раньше, у которых вот за спиной сидеть и смотреть, как они работали. Ну вот, предположим, Рубинс, великий художник, рисовал. Он набирал там учеников 5-6, кормил, поел. Они помогали ему. А чтобы ему помогать, иначе бы он тысячи картин не сделал, да? Иногда он даже не дотрагился. Они должны знать, как он работает. Всю технологию, технику, обучить своему мысль. Но подпись-то он свою ставил. Подпись он ставил свою. И это шел такой конвейер, к сожалению. И Боттичелли, вы правильно так делали. Я не за это, потому что я считаю, художник должен от и до картину сделать сам. Поэтому и смотришь на Рубинса. Там, где он делал, это одна ситуация. А там, где ученики, ситуация уже другая. Расскажите о галерее. В 97-м году на открытии вы сказали, что вы будете каждый год отдавать работы не те, которые на заказ. Да. И вот так происходит по сей день. Да, галерея открылась с 31 мая 97-го года. И правильно говорить, на открытии я сказал и властям, и народу, что все лучшее, что я буду делать не на заказ, а не на заказ я делаю более 90%, я буду отдавать городу. На сегодняшний день я подарил стране 1100 с лишним работы, живописи графики. Было постановление Государственной Думы сначала. У меня в единственном стране, учитывая любовь народа к моему искусству, его значимость, воспитание, как там говорится в постановлении, причем единогласно, чем я горжусь, Государственная Дума проголосовала, постановление открыть галерею и назвать ее моим именем. И придете от меня с благодарностью, да. Потом выделили особняк в центре города под эти цели. Не мне, как писали средства массовой информации, а под галерею. А там все, даже кнопки не мои. Это все государственное. И вот в этот день рождения галереи, 31 мая, я буду опять передавать работы. Вы помянули о СМИ. Портят вам жизнь? Ну, когда ложь пишут, это никому не приятно. Вот представьте, о вас вымысел пишут. Если бы я работал как абстракционист, этого никто бы никогда не написал. А раз я и в своих статьях, выступлениях везде пропагандирую и отстаиваю позиции того искусства, которое построено на величайшем исполнительском мастерстве, от которого голова кружится. Например, смотришь «Малых голландцев». Такие маленькие работы. Я Терборг, Амитсю, я смотрю, у меня голова кругом идет. Я бы им следы целовал, чтобы только быть их учеником. Но, увы, их теперь нет. Все ваше творчество – это так или иначе исследовательский процесс. Вы уже столько портретов написали, что, мне кажется, знаете, о человечестве все. Но могут ли еще люди чем-то вас удивить? Меня знаете, что удивляет в людях? Больше всего. Порядочность и доброта. Больше меня ничем не уйдешь. Подлостью, низостью, лжи уже нет. Вот когда человек предан, порядочный, чистый, добрый, это для меня икона. Это для меня святой человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова